Всем привет! С вами Популярная Механика. Я нахожусь прямо возле Темзы. За мной Таурский мост, а еще чуть ближе знаменитый крейсер Белфаст. Сегодня я оказалась здесь для того, чтобы встретиться со знаменитым британским журналистом Ричардом Хаммондом. Вот-вот скоро у Ричарда выходит новая программа «Большое и Ричард Хаммонд» о самых гениальных инженерных конструкциях со всего света. Привет, я Ричард Хаммонд, и это передача о «Большом». Сейчас Ричард расскажет нам об этой программе чуть поподробнее, ну и, конечно, о своем отношении к карьере, о личной жизни и об автомобилях. Пойдем? Привет, Популярная Механика. Ричард, спасибо, что пришли. Скоро у вас выходит новая программа под названием «Большое и Ричард Хаммонд». Расскажите, что это будет за шоу? Я люблю делать передачи такого рода, шоу о технике, рассказывать о технологиях в доступной форме. Моя главная задача — сделать технологии менее загадочными. Техника влияет на жизнь каждого из нас, она делается людьми и для людей. Мы же рассказываем о том, как устроены большие машины и сооружения, как размер влияет на инженерные решения и на людей, которые приводят их в исполнение. Мы делаем передачу про людей и про технику в равной степени, потому что истории про технику — это всегда истории про людей. Ну и, конечно, я позволяю себе погрузиться в любимую тему про то, как все устроено и сделано. А можно сказать, что «Экстрим» — это ваше второе имя? А было ли что-то экстремальное на съемках этого шоу? Да, было такое. Я тут недавно осознал, что большое — не всегда большое, иногда это значит «очень высокое». Если, например, речь о самых больших кранах в Нидерландах, которые разгружают контейнеровозы, они действительно огромны. А недавно я был на Бурж-Халифе. Это самое большое здание в мире, 863 метра в высоту, выше просто некуда. И мы с парнем по имени Башар, который обслуживает небоскреб, и операторами поднялись на самую его вершину. Это было действительно экстремально. И под землей мы тоже были. В Бреннерском тоннеле — это самый длинный железнодорожный тоннель в мире, расположенный между Италией и Австрией. И мне повезло своими глазами увидеть машину, которая прогладывает этот тоннель. Это совершенно невероятно. Вот летят камни, мы вгрызаемся в землю, а через 10 минут ты стоишь там, где никто до тебя не стоял. Потому что всего 5 минут назад там была твердая скала. А что обо всем этом думает ваша жена? Она волнуется? Это очень хороший вопрос. Думаю, она все-таки переживает. Но у нас с ней есть договоренность. Ей уже приходилось за меня переживать, когда я попадал в аварии. Например, когда я лежал в Швейцарии на склоне холма, а неподалеку догорал мой автомобиль. Но у нас есть договоренность. Я подвергаю себя только разумному риску. И я иду на риск только ради чего-то стоящего. И я не сумасшедший. У меня есть красавица-жена и две прекрасные дочки. И работаю я ради них. Я путешествую и снимаю разные веселые вещи. Такая у меня работа. И я делаю ее, чтобы содержать свою семью. Меньше всего мне хочется попасть в какую-нибудь историю и не вернуться домой. К тому же, если со мной что-то случится, жена просто с ума сойдет от горя. Ей и так уже досталось во время моих прошлых аварий. Как часто у вас получается просто прийти домой и отдохнуть? Хороший вопрос. Я действительно стараюсь отдыхать. Но наша работа зависит от тех мест, где мы снимаем шоу. Нам нужно не просто пройтись вокруг да около. Мы должны попасть внутрь, все посмотреть, залезть на вершину, каждую нишу. Мы получаем доступ туда, куда обычные люди не могут попасть. Нельзя же просто посмотреть на работающую туннельно-проходческую машину или забраться на вершину самого высокого в мире здания. Нам надо физически присутствовать на всех этих объектах, поэтому мы много путешествуем. За последние несколько недель я всего пару ночей провел в собственной постели. Сколько времени уходит на создание одной серии? В идеальном мире мои операторы, режиссеры и прочие специалисты могут снять серию за месяц. Но в реальности нужно гораздо больше. Мы зависим от режима доступа на объекты. Вот, например, я недавно вернулся из Мексики, где мы снимали сюжет про нефтедобывающую платформу. Нас там замечательно принимали, во всем помогали, но мы все равно зависели от пропускного режима и ждали, когда же они пустят нас снимать. Поэтому на все про все обычно уходит плюс-минус неделя. У нас очень насыщенный график, очень много всего нужно успеть сделать. Не хочу хвастаться и говорить, что у меня очень тяжелая работа, но иногда приходится вставать в 5 утра, чтобы все успеть. Кстати, в новой программе вы проводите много интересных экспериментов. Расскажите нам о каком-нибудь одном. Экспериментов мы сделали много и прямо там, где снимали. Некоторые из них были совсем незначительные, например, про плотины Кёрнбрейн. Это очень красивое сооружение с параболическим изгибом. Это арочная плотина. В отличие от гравитационных, она удерживает весь вес воды не за счет своей массы, а за счет конструкции. Она как бы передает нагрузку на берега. Мы бросили в ее водохранилище мяч для боулинга, просто чтобы увидеть, на какой глубине его расплющат. Нам надо было показать силу давления воды. Это были довольно сложные съемки. Иногда эксперименты совсем простые. Поскольку Кёрнбрейнская плотина — это часть гидроэлектростанции, в передаче мы говорили про то, как устроены лопатки турбины, и объясняли, как лопатки эффективно сбрасывают воду в конце цикла. Для наглядности мы использовали мячики для настольного тенниса и две коробки из-под обуви. Вышло классно. Я вообще не люблю ничего усложнять. Эксперименты не должны быть суперсложными. Главное — доступно объяснить, что перед нами и как оно работает. Моя задача, как ведущего, — показать то, что вы в повседневной жизни не видите. Это же так круто. А если я еще объясню что-нибудь, то станет еще круче. Вот для этого мы и делаем это шоу. В программе вы также много общаетесь с инженерами, архитекторами и другими людьми. Скажите, охотно ли они идут на контакт? Да, абсолютно. Я говорил в начале, что это довольно человекное шоу. Да, все просто обожают говорить о своей работе. Как я уже говорил, мы снимаем передачу про людей редких профессий. Под землей там, где прокладывают тоннели, например, существует целое сообщество специалистов по решению задач узкого профиля. Так вот там мы встретили женщину-оператора тоннеля проходческой машины. У нее невероятно редкая специальность. На дамбе мы познакомились с человеком, который отвечает за то, как она работает. Буквально за каждую мелочь. Нельзя же просто построить дамбу и уйти. Это почти живое существо. Она двигается, дышит, вода проходит сквозь нее. И есть люди, которые постоянно за всем этим следят. Еще с одним удивительным миром мы познакомились совсем недавно, когда я вернулся с нефтяной платформы в Мексиканском заливе. И там работают особые люди. Они называют себя семьей, потому что проводят на платформе больше времени, чем дома. Заглядывать в такие миры всегда очень интересно. Получается, что вы часто бываете там, куда большинству людей нет доступа. Присматривают ли за вами спецслужбы вроде ФБР или МИ-6? Да, за нами многие где присматривают. Например, на нефтяной платформе служба безопасности была очень строгая, потому что этот объект приносит огромную прибыль, и все очень-очень серьезно. Иногда это печально. Когда мы делаем передачу, мы стараемся показать наши объекты со всех сторон. У зрителя должно быть впечатление, что он побывал там сам. Но в реальной жизни так бывает не всегда. Нельзя просто приехать к Бурж-Халиф и оказаться на самом вершине этого здания. Это печалит. Кстати, на одном из кадров со съемок, кажется, это было на заводе Volkswagen, вы играли на трубе. Что это было? О, это интересно. Понимаете, это гигантская фабрика. Там работает 63 тысячи человек. Это три населения княжества Монако. И у них на фабрике есть огромные прессы для изготовления деталей машин, которые давят с усилием в 19 тонн. Если хоть один из этих прессов сломается, все производство встанет. Volkswagen не может себе этого позволить. Не будет деталей, автомобили не будут сходить с конвейера, а сходят они каждые 16 секунд. Поэтому очень важно вовремя заметить проблемы в работе пресса, чтобы вовремя его остановить и починить до того, как случится что-то непоправимое. Специально для диагностики пресса построили акустическую камеру. Инженеры установили, как звучит пресс во время нормальной работы. И когда акустическая камера регистрирует малейшее отклонение от нормы, можно точно определить, какая деталь скоро сломается. Мы хотели показать, как это работает, поэтому сыграли в этой акустической камере. Я играл на трубе, и она поняла, что что-то зазвучало не так. Это был я. В вашем новом шоу вы рассказываете о грандиозных инженерных конструкциях. В России таких очень много. Не хотели бы вы приехать к нам для съемок второго сезона программы? Да, конечно. Если мы будем делать второй сезон, то вполне можем приехать и в Россию. Я бы хотел, чтобы люди поняли одно. Инженерное дело — это для всех. Чтобы разобраться, не нужно быть ученым или инженером. Я, например, ни то, ни другое. Я очень увлеченный любитель. Как раз поэтому я и не боюсь задавать самые дурацкие вопросы. Мне просто нечего терять. Поэтому я спрашиваю до тех пор, пока не пойму. А если уж я понял, значит, сможет понять каждый. Мы же делаем шоу для всех. Если людям понравится, то мы обязательно сделаем продолжение. И обязательно посетим Россию. Уверен, у вас много всего большого. Все эти высокие здания, туннели. Скажите, вы чего-нибудь боитесь вообще? Я боюсь высоты. Раньше не боялся, но сразу после рождения первой дочери у меня появился этот страх. Но пока мы делали шоу, пришлось забираться очень высоко. И на Буш-Халиф, и на Дамбу. И вдруг я обнаружил, что Фобия куда-то попросту пропала. Ее больше нет. Даже когда мы снимали сюжет про шар для боулинга, сбрасывали его с огромной высоты, я себя отлично чувствовал. Видимо, я снова свободен от любых страхов. А можете ли вы дать совет нашим зрителям, как справляться со своими страхами? Я не эксперт, но у меня есть кое-какой опыт. Когда мы начинали снимать, высота меня ужасно пугала. А под конец я от этого страха совсем избавился. Так что если боитесь высоты, идите и постойте где-нибудь на большой высоте, пока не перестанете бояться. Только если упадете, не подавайте на меня в суд. В передачах вы часто выступаете в тандеме с другими журналистами, например, с Кларксоном и Мэем. Вам как больше нравится, вести шоу одному или быть в компании? Я работал с этими парнями 18 лет, но на телевидении я уже 30 лет. И я привык работать как соло, так и с другими ведущими. Это совсем разные сценарии, две разные версии меня. Иногда мы с ребятами встаем перед камерой, слышим команду мотор, и сразу приходит нужная волна, нужный настрой, в котором мы уже привыкли работать. И быть единственным ведущим я тоже умею. Свою первую передачу на радио я начал вести 31 год назад. Так что с этим тоже все в порядке. А была ли у вас какая-то в детстве заветная мечта? Я всегда хотел оказаться в телевизоре. Видимо, я очень счастливый ребенок, все мои мечты сбылись. Мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время, и телеиндустрия начала развиваться как раз тогда, когда я вырос. Поэтому я сделал карьеру там, где всегда хотел. А еще мне повезло с моей замечательной семьей, с двумя чудесными дочками. В любой момент все могло пойти не так, так что мне очень повезло. В нашей стране вы известны в первую очередь как автомобильный журналист, но мы знаем, что вы делаете программы о многом другом. Научно-популярные шоу об инженерии, архитектуре и так далее. Что лично вам ближе, автомобили или наука? Думаю, я люблю и машины, и стоящую за ними науку. Мой дед строил автомобили в Бирмингеме. Тогда там еще было автомобильное производство. Так что мое увлечение машинами родом из самого раннего детства. Вообще, я нахожу интересно все, что люди делают для людей. Если вы собираетесь стать инженером, думаю, сейчас подходящий момент. Миру будет нужно все больше таких специалистов. Расскажите, что вы думаете про российский автопром? Например, слышали ли когда-нибудь про АУЛУС? Куля непробиваемая? Я могу показать вам фото. Да, да, я узнал. Это такая машина для президентов. Большая, мощная и невероятно дорогая. Миллионы рублей. Не для всех, конечно, не для повседневного использования. Очень специализированный автомобиль. Если вам нужен бронированный лимузин, АУЛУС как раз для вас. Вы были в России, в Петербурге. Катались по городу на велосипеде. Ваш велосипед тогда сломался по пути, и вы одолжили другой у какого-то парня. Нам очень интересно, вернули ли вы его назад. Очень красивый город. Да, я катался на велосипеде и упал с него, и разломал его в щепки. Вообще-то я купил очень дорогой гоночный велосипед. Все случилось на трамвайных рельсах. Я весь день пытался держаться от них подальше, но в конце концов выехал на пути. Горизонт исчез из виду, и я разбил велосипед в дребезги. К финишу я пришел на чужом велосипеде, с которого я тоже упал. В итоге мы заплатили за аренду этого велосипеда. А еще мы знаем, что у вас есть коллекция дорогих автомобилей. Какая из машин ваша любимая? У меня есть Jaguar E-Type Roadster 1962 года. Очень редкий и красивый. Наверное, это моя любимая машина. У него рядный трех-восьмилитровый движок. Один из моих самых любимых двигателей на свете. Что вы думаете о гибридах и электромобилях? Думаю, будущее с заэлектрическими автомобилями. В них меньше движущихся частей, чем в автомобилях с ДВС. Их проще делать и дешевле обслуживать. Нам только нужно решить проблему с источниками электроэнергии. Если мы получаем ее, сжигая уголь, то это никакая не зеленая альтернатива бензину. Но если говорить о самих машинах, то да, электродвигатель — это круто. Кстати, а как вам концепция летающих автомобилей? Их никогда не было, потому что если вы можете летать, зачем вам машина? Я летаю на вертолетах, и мне никогда не хотелось проехаться на них. И со стороны закона есть проблема. Двигаться в трех измерениях с другими автомобилями вокруг гораздо сложнее, чем ехать по дороге. Нет, не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Представьте, что у вас есть всего лишь 10 тысяч долларов, и вам нужно купить автомобиль. Какой это будет автомобиль? О, новую или старую? Смешной вопрос. Смотря для чего вам эта машина. Ездит на работу, или у вас такое хобби, или для гонок. Если бы мне была нужна просто машина за такие деньги, думаю, что вроде Ford Fiesta. То, что пошустрее. ST, наверное. Они классные. Я бы не стал покупать что-то дешевле. Она бы просто не ездила. По вашему мнению, станет ли новый Land Rover Defender таким же легендарным, как и его предшественник? На это уйдет много времени. Тут нет, в общем-то, никакой связи с предшественником. Время этой машины было и прошло. Тогда был особый подход к созданию шасси, абсолютно несовременный. Будет ли новый таким же? Я не знаю. Думаю, он будет другим. Это машина для людей с особым образом жизни. Многие его критикуют. Говорят, это для деревни, можно свиней перевозить в багажнике. Но когда фермеры вообще покупали новенькие Defender? Нет, они покупают пикапы. Люди все время путают. Это не машина для фермеров. Это машина для особого стиля жизни. Для красивой жизни она и сама красивая. Сейчас все обсуждают новый пикап Илона Маска. Что вы думаете о дизайне этого автомобиля? Выглядит очень круто. Мне очень нравится. Я только за. Если у него есть деньги и возможность экспериментировать, я только за. Со временем новые технологии станут доступны и для остальных. В конце концов, это свободный рынок. Если людям не нравится, они не будут их покупать. У вас есть несколько книг. Какая из ваших книг вам нравится больше всего? Я написал короткую историю мотоциклов. Я ее очень люблю. Потому что это действительно интересно. История о том, как английское производство мотоциклов просто исчезло. Потому что фирма Triumph так высокомерно недооценила конкурента. Эти епошки никогда не смогут сделать ничего плутного. Не стоит обеспокоиться. И потом они прогорели. Это еще история о том, как прежде чем изобрести мотоцикл, пришлось изобрести велосипед. И только когда велосипед принял более-менее современный вид, на него догадались поставить паровой двигатель. Что было, в общем-то, плохой идеей. В конце мы попросили Ричарда Хаммонда ответить на несколько вопросов, не раздумывая. Эдакий Блиц. И вот что получилось. Я не в восторге от обоих. Это же просто бренды. Они продают классные бейсболки. Всего лишь бренды. Но если все-таки надо выбрать, то Феррари. Мотоцикл. Всегда. Наверное, Мадагаскар. Мадагаскар. Что? Стартрек? Или Звездные войны? Выбираю Стартрек. Я пойду Стартрек. Чем? Анастик. Анастик. Рома Дэни. Не знаю. Выберу Битлз. Я пойду на Битлз. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор.